Кто спрятал от нас смысл жизни? Зачем он его спрятал? Что такое смысл жизни? Почему мы должны все время что-то искать? Мы должны искать смысл жизни, мы должны искать себя, мы должны искать время, мы должны найти свой путь, мы должны искать себе партнера, мы обязательно должны найти истину, мы обязательно должны найти ответы на все вопросы. И почему мы сами в этом теряемся? Почему, если кто-то что-то спрятал? Откуда мы знаем, что кто-то что-то спрятала? Откуда мы знаем что-то спрятано именно то, что нужно? Что раз нам надо искать срочно, быстрее. Мы бежим про, быстрее паровоза. Давайте сегодня с этим разбираться, разбираться вообще о такой вещи, как смысл жизни, поиска смысла жизни, вообще смысл его искать. Нужно ли оно нам? Пойдем мы сейчас в лес, потому что вот этот чистокол деревьев, который мы сейчас увидим, собственно, он является максимальным отражением наших мыслей в голове. У нас такой же чистокол мыслей. И мы вообще понятия не имеем, какая правильная. Пойдем сейчас вместе разбираться, Соденемся и чешем. Великое множество всего человечества придумало. И религии, и занятия спортом. Да чего только нет. Все придумано, все уже нами создано. Понимаете, а мы вот как в лесу. Все ходим, чего-то ищем. Заблудились такие. Конечно же, для каждого все свое. Каждый сам себе найдет интерес. У нас сейчас появился интернет, с которым мы уже все перестали чувствовать себя одиноко. Интересно же, всегда можно что-то найти, что-то покопаться. А интернет нам предлагает массу всего. И я здесь не исключение. Не подумайте правильно, что вот я такая душка. Нет. И здесь я, пожалуй, даже вставлю фразу Энтони Хопкинса. Сегодня будет несколько цитат одного из моих любимейших актеров. О том, что мы все очень искусственные. Мы все такие очень классно хотим себя отбелить. Мы хотим придумать некий смысл жизни для того, чтобы быть такими красавцами. Что мы делаем что-то большое, что-то глобальное. Что было кем-то заложено, но не рассказано. То есть мы же понимаем, зачем нам руки. Ну как бы, да, очевидно. Зачем нам ноги, да. То есть зачем там пищеварительная система. Тоже у нас не вызывает каких-то сомнений, да. А вот смысла жизни нам не рассказали. Вот как-то вот мы живем столько сотен лет, и вот до сих пор мы не допетрили. В чем же смысл жизни? Или их такое бесчисленное количество этих смыслов, что выбрать мы уже тоже не в состоянии сами. Нам надо, чтобы нам кто-нибудь выбрал, кто-нибудь помог. Все ли это понимают? А всем ли это нужно? Вот что удивительный момент, что кто-то живет и не заморачивается ни о каком смысле жизни. Он просто живет, он потребляет. Он может быть ничего не создает. Но в рамках того мира, который он сам себе придумал, все прекрасно. А есть другой тип людей, которым надо что-то найти, до чего-то докопаться. Как правило, они умнее, и как правило, они значительно более несчастны. Потому что нам все время кажется, что кто-то лучше нас все знает, кто-то лучше все придумал. А мы еще недостаточно умны для того, чтобы начать жить. А нам еще разрешения никто не дал для того, чтобы мы чего-то начали добиваться. Так всегда. В интернете всего полно. Также я уже неоднократно говорил, что в книжках уже давным-давно все расписано, все написано уже. Пожалуйста, да, читать никто не хочет. И мы так привыкаем, что мы смотрим ролики, видео, там кто-то раскладывает что-то. И тем самым мы еще больше начинаем путаться. Потому что действительно всему есть доказательства. Всему есть подтверждение. Естественно, что люди живут столько лет, и мы научились друг другом управлять. И зачастую мы просто придумываем человеку то, зачем ему хочется. Мы ему вешаем такую морковку на нос. Вот вам и смысл жизни, да вот вам все, что хотите. И таких фактов мы можем найти тысячи. Нам показывают кучу всего. И самое удивительное, что на пути на этом мы всегда найдем себе союзников. Мы никогда не останемся одни. Вот это чувство одиночества, оно размывается уже и интернетом, и тем, что бы мы ни выбрали. Мы выбираем спорт, пожалуйста. Полно людей занимается спортом. Мы выбираем какую-то религию, пожалуйста. Мы выбираем атеизм, тоже не вопрос. Мы выбираем веганство, welcome. Мы любим барбекю. Огромные тусовки, которые любят барбекю. На любом пути у вас всегда будут союзники. Вы никогда не найдете противоречия тому, что вы не правы. Вы всегда найдете подтверждение своим словам. И, казалось бы, зачем тогда вообще заморачиваться? Зачем вы постоянно ищете какой-то смысл жизни? Просто выберите свой путь и двигайтесь по нему, и больше ничего не нужно. Вот что происходит, если человека обидели? Он сразу находит поддержку. Он ищет ее. Он ищет поддержку. И, естественно, его кто-то погладит по голове, скажет, что он красавчик. Даже если он делался. Ему неинтересно, никому неинтересно услышать правду. Всем интересно услышать только слова поддержки. Это еще больше загоняет нас в состояние, когда в один момент мы открываем глаза и понимаем, нас вроде как все любят, и вроде как мы и правы во всем, а вот только жизнь. Извините меня за это слово. И что делать дальше? Ну, вроде как все нормально, на бумаге все прекрасно. Потому что от того, что вас все время поддерживают, от того, что вы ищете именно поддержку, вы приходите в никуда, что называется, каждый раз. То есть эти поиски ни к чему, на самом деле, не приводят. Потому что мы не ищем смысл жизни, мы ищем поддержку от людей. Вы никогда не замечали, что, в принципе, люди, в основе своей, очень сильно недовольны всем. Нам так создали. Нам эту красивую историю очень красиво продали. И поэтому мы все время недовольны. Мы недовольны тем, что у кого-то больше денег. Мы недовольны тем, что кто-то лучше живет. Мы недовольны тем, что есть болезни. Мы недовольны тем, что есть коррупция. И этот список же бесконечен. И как же замечательно нас научили им управлять. Подкиньте вам историю, где вы больше всего недовольны, у вас заиграют гормоны, и вы еще дальше уйдете от самих себя. Мы уже ничего давным-давно не ищем на самом деле. Мы просто придумали эту красивую шарманку и крутим ее по кругу, что мы что-то ищем. Оправдывая тем самым то, что мы боимся просрать свою собственную жизнь и отмазываемся. Ну, я искал смысл жизни, но не нашел. Но я глобальную цель такую делал. Вот Вася слесарь фигней страдал, гайки точил, а я смысл жизни искал. Не нашел, но ничего страшного. Все ищут. Давайте разберем. Итак, поиск. Что же мы ищем? Мы ищем смысл жизни. Мы ищем какие-то идеалы. Мы ищем себе, скажем так, людей, кто с нами будет идти рядом. Мы все время что-то ищем. Давайте просто подумаем. Мы ищем что? Вот слово «искать». Когда мы что-то ищем, мы знаем, что мы ищем. Если мы ищем клад, то мы ищем какие-то деньги, либо что-то дорогоценное в той или иной степени. И сейчас даже, может быть, не о цене идет речь, но о какой-то ценности этой. То есть кто-то когда-то что-то потерял, и мы должны это найти. Ведь клад просто так нам нет. Но и мы ищем месторождение. Опять же, значит, природа для нас подготовила эти месторождения. Нам надо только найти и достать. Замечаете, что мы всегда хотим чего-то найти, что подготовленное для нас кем-то еще. Не сами. То есть не мы создали, а для нас кто-то это приготовил. То есть некий смысл, который кто-то когда-то придумал, заложил, нам надо только его найти. Потому что найти значительно проще, чем создавать. Не надо искать смысла жизни. Надо этот смысл создавать. Создавать смысл своей собственной жизни. И может быть их будет много, чтобы ваши дети стали умнее, чем вы. Добиться чего-то, а не хаять других. Не надо искать в других, какие они плохие или не искать. Не надо искать в других, какие они хорошие. Надо создавать самого себя. Надо создавать себя самого таким, каким бы вы хотели, чтобы ваши дети видели вас. Знаете, единственное, что нами движет зачастую, это страх. Представьте себе, многие люди живут от страха. И вот страх не выполнить какое-то предназначение, что когда-то кто-то тебе даст а-та-та, а ты помнишь, как тебе в детстве давали а-та-та, ты, может, это уже не помнишь. Да, но организм чертоги разума все это помнит. И ты думаешь, а вдруг реально есть, а? Вот эта хитрожопость наша такая, а вдруг реально есть? А дай-ка я найду смысл жизни, а дай-ка я сделаю что-то хорошее. Но пока я не знаю, что сделать хорошее, дай-ка я поищу. Может, что-нибудь найду, что-то такое более глобальное. В действительности, мне порой кажется, что самое сложное в нашей жизни – это принять себя такими, какие мы есть. Что иногда мы не знаем, что делать. Иногда мы просто, нам кажется, что мы очень умные. Иногда нам кажется, что мы очень гениальные, талантливые. Но на самом деле, ни хрена мы не талантливые, ни хрена мы не гениальные. Иногда нам так кажется, мир к нам несправедлив. Мы такие умные. И вот, эх, а вот кто-то там, вот он такая редиска, а у него все есть. Да, друзья мои, хватит смотреть на других. Надо просто делать это все самому. Надо самому исправлять свою жизнь. Надо самому двигаться и не пинать на то, что тебе жизнь несправедлива. Вы знаете, у меня есть масса моментов, когда я пинал жизнь за то, что она несправедлива. И когда тебе говорят о болезнях, о которых я уже говорил, не хочу еще раз быть назойливым и рассказывать об этом. И ты думаешь, зачем, почему, как же так, что же ко мне это прилетело. Да никто не знает, что это прилетело. Мне приятнее думать о том, что меня избавили от болезней. И второй момент. Мне приятнее думать о том, что я могу сейчас что-то сделать по-настоящему. Взять камеру, рассказать вам о чем-то. Быть может, кому-то станет от этого легче. Кто-то, быть может, примет более правильное решение. Для него конкретно, не для всех. И не пинать жизнь. Не говорить о том, что все уроды, все г***и, мотивационные ораторы, уроды, коучи, придурки. У нас сейчас модная тема, мы так любим скандалы, интриги, расследования. Мы, по-моему, в этом как раз очень многие нашли свой смысл жизни. Вывести кого-то на чистую воду. Просто посмотрите, что делают люди в основе своей. Посмотрите, что люди не хотят ничего на самом деле добиваться сами. Все хотят прийти на какое-нибудь готовенькое. Все хотят, чтобы им рассказали какой-то смысл жизни, или какую-то тайну, или какую-то историю. И тогда у них все получится. Тогда они вдруг внезапно станут богатыми, успешными, знаменитыми. Но вы посмотрите просто. Действительно, на сегодняшний день максимальное даже количество просмотров на Ютубе набирают ролики. Именно те, которые гласят, что вот в этом есть смысл жизни, вот в этом есть тайна. Я вам сегодня расскажу о том, как добился своих миллионов какой-нибудь миллиардер. Миллионов миллиардер. Вот я что же ляпнул. Как добился кто-то чего-то. Вы точно сможете. Эти все истории, вам не кажется, что это очередная такая замануха. Вам показывают очередную хрень. И мы в основе своих людей все равно на это все ведутся. И те, кто поумнее, понимают это, создают этот невероятный поток людей. Они находят друг друга. Друг с другом начинают общаться. Друг с другом начинают доказывать, что да-да-да, вот мы красавцы, а не остальные олени. Потому что сложно признаться себе в том, что ты хренью занялся. Зачем? Когда можно что-нибудь такое придумать и спокойно двигаться дальше. Ну а потом просто вот, у нас же никто же не хочет там, приходит за советом и говорит, что это бред. Ну как бы реально бред, без обид. Но нет. В этот момент он не готов тебя слушать. А когда он понимает, что это бред, он не готов извиниться и не готов разговаривать на эту тему. Потому что ему же тогда придется признаться, что это бред. А он этого сделать, естественно, не хочет и не может. Ничего в этом хорошего, ничего в этом плохого нет. Вопрос в другом, чтобы второй раз в этот бред не вкатиться. Лишь бы второй раз не искать смысла жизни у тех, кто знает, что этого смысла нет. Но при этом при всем знает, как это все обернуть и так преподнести вам, что для вас этот смысл жизни может появиться на какой-то период времени. К сожалению, он потом может и закончиться. Наконец-то поймите, кто вы, что вы, что вы можете. Осознайте то, что действительно быть может у вас сейчас на сегодняшний момент. Не хватает каких-то компетенций, а самое главное смелость признаться себе в том, что все, что вы сейчас имеете, это то, чего вы достойны. И не надо пинать мир о том, что нет, я достоин большего, а мир мне большего не дает. Нет, дорогие мои друзья, если вы достойны большего, берите. Берите и начинайте действовать, начинайте двигаться. А не искать какой-то смысл жизни, потому что никакого смысла, как я уже много раз сказал, нет. Никто ничего вам не приготовил. Нет никакого блюдечка с голубой каемочкой. Добивайтесь, достигайте, а потом будем говорить о том, что, ой, там эти олигархи дебилы, это вот богатые тупые, а вот главное это просвещенные. Ну хорошо, станьте тогда просвещенным, откажитесь от всего мирского, да, и уйдите в монастырь. Но нет, потому что мы любим поговорить, мы любим себе представить, как там все классно, как там все здорово, да, и при этом при всем ничего не делать со своей собственной жизнью. Мне кажется, это неправильно. Начните делать свою жизнь такой, которую вы хотите увидеть. Есть такое упражнение, кстати, да, об упражнениях. Канонное упражнение вы наверняка могли бы встречать в огромном количестве фильмов, просто вы должны закрыть глаза, минут пять посидеть, чтобы у вас было нормальное, спокойное состояние. Выберите какой-нибудь вечер, когда у вас нормальное и спокойное состояние. Подышите, сядьте, закройте глаза, еще минуты две-три посидите спокойно, да, и вдруг просто представьте себе, вот вам сейчас лет 70-75, там 80. Все, уже жизнь как бы, все сделано, уже можно расслабиться, отдохнуть спокойно, смотреть на вещи под другим углом, что называется, да. Что бы вы сами себе посоветовали? Что бы вы сами себе, вот вы уже добились всего, что вы хотели? Что бы вы сами себе вот сегодняшнему, да, подсказали бы? Что-то мне подсказывает, вряд ли. Вы бы сами себе сказали, ищи смысл жизни, он точно есть. Мне кажется, этот человек точно сказал бы вам, создавай, ничего не бойся, двигайся туда, куда хочешь. Действуй, и ответы будут только на пути. А пока ты сидишь, ты сам себя изматываешь поисками того, чего просто нет, потому что ты сам для себя это должен создать, а не искать то, чего для тебя кто-то что-то сделал. Мы привыкли это со школы, с детства, когда нам родители все делали, подарки, сюрпризы. Где-то на подсознательном уровне мы хотим, чтобы точно так же было и во взрослой жизни. Особенно здесь еще и просыпается момент, что у другого-то есть, а у меня нет. Он плохой. Да нет, он точно такой же, как и вы, просто сделал чуть-чуть больше. Конечно, где-то кому-то повезло чуть-чуть больше. На везение не знаю, как можно повлиять. Но двигаться, да, и без везения добиваются люди колоссальных результатов. Поэтому лучше двигаться. Если повезет, повезет, классно. А если нет, ну в любом случае вы чего-то добьетесь. Но на этом пути необходимо двигаться, шевелить, так сказать, своими волками. Вот такая история. Здесь прекрасный воздух. Вы знаете, вот деревья, они дают этот замечательный воздух. На них очень приятно смотреть. Приятно смотреть, когда на них падает снег. Приятно смотреть, когда идет ветер. Они так шумят. Помимо всего прочего, естественно, они нам массу всего дают для того, чтобы мы жили. Причем погибая, да, мы их вырубаем, мы делаем из них бумагу или еще что-то. Я сейчас не про Гринпис. Я говорю про то, что все живое, оно существует в движении. Что-то оно делает. Вот птички поют. Думаешь, вроде как, зачем они поют? Где в этом смысл жизни? Или что, они поют для того, чтобы нас порадовать и побаловать? Да нет, они просто поют. Они просто живут, они наслаждаются жизнью. Но я понял одно в течение своей жизни, что то, что действительно внутри нас, то и снаружи. Это действительно так. А что внутри вас? Чем наполнены вы? Если папа в поисках, вся семья в каких-то поисках, а потом мы зачастую можем прийти к психологу и говорить, что такое происходит, не знаю. Вот меня что-то жена не любит, дети вообще меня не понимают, никто меня не ценит. Так вы же в вечных поисках. Вы что-то ищете. А что ищете, никому не понятно. И в поисках мы забываем. Забываем быть главой семьи, забываем быть прекрасными женами. Мы чего-то ищем. Богатство, здоровье, денег. Но что-то обязательно мы должны найти. Забываем про то, что вот эта вообще позиция искать, это позиция потребить. То есть мы должны что-то найти, что для нас уже приготовлено кем-то. А позиция создать, здесь, конечно, кто-нибудь сейчас мне точно может высказать. Да, я сейчас говорю, да, действительно. Вы можете привонять к себя, к Созидателю, да, к Создателю этого мира. Но мы же создаем свою собственную жизнь в той или иной степени. Мы же можем на нее повлиять или нет? Каждый принимает решение сам. Но в тот момент, когда вы определитесь и возьмете ответственность за свою собственную жизнь, жизнь начнет меняться. В тот момент, когда вы поймете, что нет никакого смысла жизни, нет смысла его искать, а нужно его создавать для себя. На этот месяц, на эту неделю, на этот год. Вы вдруг внезапно осознаете, что вас больше не сдерживает страх того, что вы что-то не выполните. Вы просто начинаете действовать и создавать. Вас не сдерживает страх, что вы просрете свою жизнь, не найдя какой-то смысл жизни. В этот момент у вас рождается идея о том, что вы создаете что-то прекрасное, хорошо ли, плохо ли, но создаете. И это значительно лучше, чем ничего не делать, искать и становиться значительно более умным, не пускать эти знания для того, чтобы твоя жизнь становилась лучше, но при этом умничать из каждого там горшка, да? Остановитесь лучше, все вы можете. И второй момент, давайте засунем свою собственную гордыню в одно место, да? И так часто бывает, что не стесняйтесь иногда спросить совета, но делайте это нечасто. Только тогда, когда вы действительно по-настоящему поняли, что потерялись, можно попросить совета для того, чтобы вам скорректировали, куда выйти. Но не думайте на то, что в каких-то книжках написан ваш жизненный путь, это физически невозможно. Ваш жизненный путь – это ваш жизненный путь. Вам дали жизнь. Как вы себе представляете? Я сейчас возьму листочек, подойду к этому дереву и скажу, слышишь, ты растешь здесь потому, что я тебе говорю, ты должен сделать это, это, это. Что мне ответит дерево, если вообще хоть что-то ответит? Ничего. За сим откланиваюсь. Не заморачивайтесь, не взрывайте себе мозги, живите легче. Что внутри вас, то есть снаружи. Как только вы это поймете, как только вы начнете создавать уверенность, которая будет заряжать ваших друзей, знакомых, близких, когда люди вдруг внезапно поймут, вот он-то точно знает смысл жизни. В этот момент вы поймете, что вы поняли, что такое смысл жизни, и почему его не стоит искать, почему его нужно создавать. Создавать всегда прекрасно. Природа создала нам. Тут и замечательные места, да. Ты ходишь в них, кайфуешь. И давайте не будем сейчас говорить, полно инбецилов, да их везде всегда и полно и будет. Об этом сейчас много очень говорят. Поэтому давайте создавать свою собственную жизнь, не смотреть на остальных, не сравнивать себя с другими. Не думать о том, что кто-то что-то нашел, а мы нет. В поисках вы теряете в первую очередь себя. В созидании вы себя находите и создаете. Счастливо. 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 Счастливо.